меня зовут антонина приветствую вас на канале дачный сезон круглый год начало марта первые числа вышло обрезать кусты годжи сейчас им седьмой год пошел взрослые полноценные кусты веду их в вертикальной формировке двухлетней давности есть видео можете посмотреть сравнить какие были четырехлетние кусты и какие вот они уже в седьмой сезон идут в этом году буду проводить омолаживающую обрезку так как сильно уже загустились кусты и надо их привести в порядок когда я высаживала эти два кустика у меня вместо особо много не было и я видела в интернете что кусты годжи большие раскидистые ветки клоняться к земле и даже расстилаются по земле и им нужно было очень много места у меня такого места не было и поэтому я искала какой-то другой вариант и нашла увидела фотографию годжи сформированы в вертикальной культуре так как я немножко знакома с формировкой винограда и знаю принципе формирования виноградных кустов я решила пойти по этому пути сформировать годжи в вертикальном кордоне годжи это многолетняя культура семейства посленовых растут у меня эти два куста с южной стороны дома получают много солнца подальше от огорода так как я заметила что колорадские жуки охотно ищут эти цветочки когда годжи цветет и выедают серединку этих цветов вот такие вредители есть у годжи еще очень большие вредители у годжи это птицы сейчас еще раз покажу верхушку годжи которые еще не обрезанная и вот эти все за вот эти все засохшие ягодки это все ягоды поклеванные птицами очень воробьи просто стаи налетают на этот куст и могут за 5-10 минут превратить все поспевающие ягоды но уже в отходы в мусор поэтому но в этом году если я хочу остаться с урожаем то мне обязательно нужно такую сетку как-то на эти кусты надевать как формировать кусты годжи я сама как бы придумывала и решила что достаточно три многолетних побега остальные побеги вырезаю формировать вкус начинаю снизу вырезаю все все лишние и ненужные побеги оставляю только три вернее 4 потому что три основных и четвертый это же будет побег замещения так как уже по семь лет этим первым ветвям ветвям первого порядка и может быть вот по окончанию этого сезона придется уже одну какую-то самую толстую ветку вырезать на кольцо после того как я по обрезала внизу все лишние побеги оставила 3 плюс 1 я начала подниматься по этим стволиком и удалять все боковые отростки до высоты в один метр это как бы будет стволик этого куста потому что за лето годжи дает огромный прирост до 2 до 3 метров и если мы внизу оставим эти побеги все это будет лежать на земле и мне это не надо до высоты один метр мы удаляем все боковые отростки оставляем только центральный стволик еще хочу обратить ваше внимание что раз в несколько лет но надо удалять вот эти пластмассовые стяжки которыми мы крепим стволики годжи в вертикальной опоре как видите они сильно врезаются стволик и их нужно срезать и надеть новые эти пластмассовые стяжки отложила я камеру в сторону обрезала эти два куста годжи теперь спокойно вам могу рассказывать дальше и показывать что же я сделала видите это уже готовые кладоношению два куста развитие у этих кустов разное хотя были посажены они в одно и то же время один куст более мощный у него более толстые основные стволики удалила все боковые ответвления до высоты 1 метр а дальше в разреженном порядке оставляла веточки длиной до 30 сантиметров по высоте этого вертикального прута его высота 220 обрезала центральные стволики так как дальше мне неудобно будет ухаживать за этими веточками годжи то есть высоту сделала куста 220 второй кустик развитие его намного слабее хотя по возрасту ему тоже седьмой год пошел веточки основные довольно тоненькие но я тоже их оставляю три основных побега и формировка идет так же как и предыдущего куста от высоты 1 метр оставляла в разреженном порядке боковые ответвления длиной до 30 сантиметров срезала над почкой вот такие основные принципы формировки кустов годжи вертикальной культуре теперь растения готовы к новому плодоношению если у вас есть какие-то комментарии какие-то замечания может быть вопросы может быть кто-то тоже также обрезает годжи и у него есть какие-то свои наработки делитесь пожалуйста в комментариях отзывами своими может быть мы совместно найдем еще какой-то более интересный подход к этим кустам на этом пока все всем урожайных грядок пока пока